Знаешь что, бро, у меня есть татуировки, и прямо сейчас я пытаюсь начать новый бизнес. И я пытаюсь жениться. И знаешь, когда я сделаю эти вещи, я прямый ислам. И перестану совершать грехи. Как тебя зовут? Дельтра. 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 Это твое настоящее имя или уличное имя? Нет, это мое настоящее имя. Хорошо, нет проблем. Кажется, я встречал тебя в Нордгрин. Может быть, я был там. Ты был там? Да, я был там раньше. Я был там, и я также ходил в мечеть. Может быть. Я встречаюсь с людьми каждый день, но у меня такое чувство, что я видел тебя раньше. Да-да. Слушай, Дельтра, слушай, как ты думаешь, есть ли мусульманин, который никогда не грешит? Извини, думаешь ли ты, что есть мусульманин, который никогда не грешит? Который не грешит? Да, вообще. Да, есть мусульмане, которые грешат. Нет, я говорю, есть ли мусульманин, который вообще не грешит? Возможно, да. Нет, невозможно. Пророк Мухаммед, мир ему и богословение Аллаха, сказал, Куль любани Адаме хатта. Каждый сын Адама грешник. Поэтому, если ты полагаешь, что ты сможешь предостать грешить перед тем, как стать мусульманином, этого никогда не произойдет. Почему? Потому что это жизнь – испытание для нас обоих. Ты слаб, и я слаб. Мы слабые. Ты понимаешь? Да-да, мы будем совершать ошибки, но Аллах открыл нам дверь к покаянию. Мы просим прощения и просим всемогущего Бога простить нас. Понимаешь? Затем Он прощает нас и открывает для нас двери. Бог сделал покаяние? Смотри, одно из прекрасных имен Аллаха – это прощающий. Если мы не грешим, как Аллах простить нас? Всё верно. Ты будешь грешить, понимаешь? Ты прав, поэтому мы грешим. Потому что Бог совершенный. Но мы несовершенные, мы люди. Аллах говорит, что если бы мы не грешили, то Аллах убрал бы нас и сотворил бы людей, которые грешат. И тогда они просили бы прощения у Бога, и Он бы прощал их. Потому что Он прощающий и милосердный. Это наша природа, брат. Мы делаем ошибки. Ты понимаешь, что я имею в виду? Так что забудь об этой идее. Если ты сделал татуировки или даже если убил кого-то, это не выводит тебя из ислама. Ты остаёшься мусульманином. Но ты будешь грешным мусульманином. Ты понимаешь? Но если ты умрёшь сегодня, не приняв ислам, брат, твой удел – это ад. Напрямую. Верно, прямиком в ад. Если ты умрёшь, не приняв ислам, ты попадёшь в ад. У тебя не будет выбора. Но если ты умрёшь после обращения в ислам, даже если ты будешь наказан, в итоге ты всё равно попадёшь в рай, потому что ты умер в исламе. Аллах сказал, что никто не войдёт в рай, кроме мусульман. Поэтому не откладывай то, что гарантирует тебе рай. И ты не знаешь, когда ты умрёшь. Ты хочешь жениться, не так ли? Знаешь, как давно тот или иной мне говорили, что они хотят пожениться? Годы и годы. Ты не знаешь. Понимаешь? Сделай этот шаг. Обратись в исламе, и тогда работай над собой. Знаешь, в исламе у нас есть то, что называется верой. И она увеличивается и уменьшается. Знаешь ли ты, как укрепить свою веру? Молитвой. Верно. Поэтому если ты не станешь мусульманином, как ты укрепишь свою веру? Понимаешь? Да. И когда ты увеличишь свою веру, знаешь, в чём это тебе поможет? Ты сможешь оставить грехи, которые окружают тебя. И лучше практиковать ислам. И быть лучшим к своим друзьям. Поэтому если ты хочешь улучшить свою жизнь, ты должен начать с добрых дел. Ты должен стать мусульманином. И совершать добрые дела. И когда ты сделаешь это, как я сказал тебе, ты всё равно будешь грешить. Клянусь Аллахом. Даже если ты будешь мусульманином сто лет, ты всё равно будешь грешить. Это сообщил нам пророк. Что нет человека, который не грешит. Приведи мне хоть одного мусульманина на этой земле за всю историю человечества, который ни разу не согрешил. Понимаешь, что я имею в виду? Мы люди, мы несовершенные. Если бы мы были совершенными, мы бы не грешили. Ты несовершенен, и я тоже несовершенен. Понимаешь? Даже пророки Бога делали ошибки, которые Бог исправлял им. Ты понимаешь? Пророки Бога, посланники Бога, которых Бог избрал, лучшие из людей, лучшие из человечества. Однако они всё равно делали ошибки. Допустим, что я принял ислам, но у меня осталась девушка и татуировки, знаешь? Ты остаёшься мусульманином. Я останусь мусульманином? Да, ты остаёшься мусульманином. Я должен покаяться? Да, ты должен покаяться Богу. И когда ты молишься, ты становишься ближе к Аллаху. И тогда ты сам захочешь оставить эти вещи. Потому что, смотри, ты и я, мы не можем просто так оставить все эти вещи. Никто не меняется моментально. Знаешь, у меня есть друг ирландец, который стал мусульманином. Он очень много пил. Он был пьяницей. Знаешь, ирландцы пьют алкоголь, как воду. Он принял ислам и всё равно продолжал пить в течение шести месяцев после своего обращения. Но после он смог оставить это. И это заняло у него время. Это займёт и у тебя время. Всем нужно время. Но ты должен сделать это сейчас и не откладывать. Прими решение и сделай это сейчас. Я возьму твой номер. Я буду на связи. Есть люди, которые научат тебя молиться и ответят на любые твои вопросы. И ты говорил, что у тебя есть девушка. Как я уже говорил, брак открыт для тебя. Поэтому постарайся жениться, а не наоборот. Попробуй научиться молиться. Поверь мне, брат. Молитва в исламе – это наша связь с Богом. Если ты на связи с Богом, ты будешь в наилучшей позиции. И ты оставишь всё ради Аллаха. Но сейчас ты не связан со своим Творцом. Да. Поэтому тебе трудно оставить эти вещи. И шайтан. Да. И шайтан постоянно говорит тебе, не нужно сейчас, оставь на потом. Он всегда пытается толкнуть тебя к греховному. Да-да. И он всегда будет заставлять тебя медлить. И заставлять тебя оставлять на потом. Зачем? Пока ты не умрёшь. Да-да. Поэтому он хочет, чтобы ты попал в ад. Ты понимаешь? Это его план. И его план состоит в том, чтобы заставить тебя умереть неверующим. Понимаешь, что я имею в виду? Да, конечно. Поэтому сделай этот шаг сегодня. Аллах говорит в Коране. Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому он раскрывает грудь для ислама. И Аллах сказал, а тех, кто стремятся к нам, мы непременно поведём нашими путями. Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Поэтому, если ты хочешь, чтобы Аллах открыл для тебя двери, такие как брак и то и другое, для начала сделай первый шаг. И когда ты переступишь через него, ты будешь испытан. Понимаешь, о чём я? Возможно, некоторые вещи в твоей жизни будут сложнее, но ты должен оставаться стойким и твёрдым в своей вере. Понимаешь? И тогда, мой брат, Аллах откроет двери для тебя. Как ты знаешь, я христианин. Ничего страшного, если я пойду в мечеть, чтобы кое-чему научиться. Даже если я христианин. Смотри, когда ты станешь мусульманином, я гарантирую, что я отведу тебя в мечеть. Но будучи не мусульманином, я не могу? Нет, ты можешь пойти. Ты можешь пойти. Чтобы посмотреть. Потому что я ходил раньше с другом. Ты можешь пойти на день открытых дверей. Посмотреть и узнать. Но почему ты хочешь пойти не мусульманином? Почему бы тебе не пойти как мусульманин? Знаешь, когда ты становишься мусульманином, я слышал, что Бог прощает все твои грехи. Правильно? Да. Но я скажу тебе кое-что. Когда ты каешься, Бог прощает твои грехи и заменяет твои плохие деяния добрыми. Все? Послушай, что я сейчас скажу. Аллах заменит твои плохие дела на добрые дела. Представь, что ты украл или сделал то-то и то-то. И когда ты раскаиваешься, Аллах не только простит тебя, но и заменит твои плохие дела хорошими. Поэтому, если это то, что у тебя на уме, знай, что ты можешь сделать это как мусульманин. Потому что твое обращение в ислам является формой покаяния. И поэтому твои грехи прощаются. Понимаешь? Да. Потому что теперь ты раскаялся в своем неверии и остановился. До этого ты не верил в Аллаха. А теперь ты раскаялся в этом грехе и уверовал в Бога. В этом смысл. И именно поэтому мы говорим, что твои грехи прощены. И это относится к каждому твоему действию. Как я уже сказал тебе, если для тебя препятствием является грех, просто отложи его в сторону. Клянусь Аллахом, это дело будет преследовать тебя. Потому что ты всегда будешь грешить, брат. Но если ты уверен и веришь в это, и знаешь, что это от Бога, да, определенно, тогда просто сделай этот шаг, брат. Я мучился три года, я был христианином и... Знаешь, Аллах привел тебя сюда. И как ты сказал, ты был христианином. Я всегда молился Богу, чтобы Он указал мне на правильный путь. И я достиг точки, когда я убедился, я узнал. Сегодня Аллах показал тебе правильный путь. Я знаю. Как ты думаешь, ты попал сюда? Мы верим, что все предопределено. Да. Ничего не происходит случайно. Аллах привел тебя сюда сегодня. Открыл для тебя дверь и дал тебе возможность. Да. Так что завтра у тебя не будет оправдания. Ты беспокоился о грехах и получил ответ. Ты беспокоился о других вещах и получил ответы. Если ты хочешь пойти в мечеть, иди как мусульманин. Иди как брат по исламу и молись с братьями. Не просто смотри на них, а молись с ними и будь частью сообщества. А не просто наблюдая издалека. Когда ты войдешь внутрь дома, ты сможешь увидеть мебель. Но если ты останешься снаружи, как ты сможешь увидеть мебель? Сначала войди в дом. Затем сможешь открыть для себя и насладиться красотой мебели и богатого украшенного потолка. Понимаешь? Итак, сначала прими ислам, а потом оглянись вокруг. Хорошо? Сделай это сейчас со мной. Я думаю, ты готов. Нет-нет-нет. Я думаю, ты готов. Валлахи, я думаю, ты готов. Знаешь, почему я так думаю? Почему? Потому что ты ждал три года. Если бы ты сказал мне, что узнал об этом вчера, я бы сказал тебе, хорошо, иди изучи. Брат, ты изучал три года. Ты читал Коран, и ты знаешь, что грехи прощаются, когда принимаешь ислам. И ты знаешь, что с тобой произойдет после смерти. И ты знаешь, кто такой Аллах, и кто такой пророк Мухаммад. Чего ты ждешь? Ты уже готов. Но дьявол отталкивает тебя все дальше и дальше. А моя задача – попытаться притянуть тебя. Аллах говорит, что ты не знаешь, будешь ли ты завтра в могиле или нет. Я не знаю. Валлахи, ты можешь уйти отсюда и умереть. И больше всего ты будешь сожалеть о том, что не сделал этот шаг. Почему? Потому что будет слишком поздно. После этого двери не открываются. Что бы изменилось в твоей жизни, если бы ты принял ислам сейчас? Потому что я знаю, что я все равно буду грешить. И тем более, я в отношениях с девушкой. И у меня есть татуировки, как видишь. Но ты сейчас грешишь, какая разница? Да, я знаю, что я грешник, брат. Но в тот момент, когда ты покаешься и станешь мусульманином, Аллах просит тебе все твои грехи. И ты станешь таким, как в день, когда твоя мать родила тебя. Я сказал тебе, если ты примешь ислам, тогда я перестану грешить. Я перестану грешить. Почему бы тебе не остановиться сегодня, если ты знаешь, что остановишься? Почему не сегодня? Потому что я знаю, что я не могу остановиться. Я в процессе открытия малого бизнеса. Но как это изменится, когда ты станешь мусульманином? Как это изменится, когда я стану мусульманином? Да. Если ты не можешь остановиться сейчас, ты думаешь, что когда ты примешь ислам, произойдет чудо, и тогда все изменится? Я говорю тебе, ты неправильно мыслишь, и ты позволяешь шайтану играть своим разумом. Потому что я сказал тебе, если ты сейчас станешь мусульманином и совершишь грех, тебе все равно гарантирован рай. Ты понял? Да. Если ты умрешь на исламе, тебе гарантирован рай. Но если ты умрешь сейчас, то нет. Ты говоришь, что я начну проект и сделаю то-то и то-то. Ты гарантируешь, что будешь жить, пока не сделаешь все это? Валлоги, я не знаю, буду ли я жить завтра или нет. Или даже следующие два часа. Какие гарантии, что ты женишься, начнешь бизнес, и кто тебе сказал об этом? Аллах сказал в Коране, что иудеи, и христиане сказали, огонь коснется нас лишь на считанные дни. Скажи, неужели вы заключили совет с Аллахом? А разве Аллах обещал тебе, что он подождет, пока ты начнешь свой бизнес и женишься? Разве Аллах сказал тебе об этом? Нет. Разве Аллах дал тебе подобное обещание? Так откуда ты знаешь? Мы с тобой не знаем, когда мы умрем. Мы не знаем. Ты понимаешь? Не позволяй шайтану играть с твоим разумом. Даже если ты станешь мусульманином, и у тебя будут проблемы с твоей девушкой, о которой ты говорил, ты все равно останешься мусульманином. Ты понимаешь, что я имею в виду? И когда ты оставишь это дело и покаешься перед Аллахом, Он простит тебя и изменит твои плохие дела на благие. Это то же самое, если ты мусульманин или нет. Я не готов, бро. Хорошо, я не буду давить на тебя. Я хочу, чтобы ты сделал это сам. Да. Но я чувствую, что ты готов, потому что ты уже три года. Послушай, я скажу тебе кое-что. Мы делаем это каждый день. И люди каждый день становятся мусульманами. Аль-хамду лилля. Я никогда никого не подталкиваю к принятию ислама, если только не вижу, что этот человек готов. Если человек впервые слышит об исламе, я говорю, иди, изучи. Хорошо? Да. Но есть разные люди. Есть те, которые уже читали Коран, совершали акты поклонения и постелись в Рамадан. Но они еще не сделали этого шага. Почему? Шайтан удерживает их от этого. Ты думаешь, что у тебя вязкая причина. Но только шайтан останавливает тебя. Ничто другое не мешает тебе принять ислам. Можешь мне назвать одну уважительную причину? Ты упомянул о прощении грехов. Я сказал тебе, что Бог простит тебе, когда ты покаешься. Назови мне вескую причину, почему ты не готов сейчас. Потому что я знаю, что буду продолжать грешить. Что я сказал тебе? Разве может быть мусульманин, который не грешит? Ты хочешь, чтобы я собрал всех прохожих мусульман за столом, чтобы они сказали тебе, что они грешат? Останови любого мусульманина на дороге. Братья, вы мусульмане? Аль-хамду лилля. Вы совершаете грехи? Вы совершаете грехи в вашей жизни? Извини. Грехи вы грешите? Конечно. А ты? Да, я тоже. Приведи любого мусульманина с дороги. Останови любого. Смотри, смотри. Он курит сигареты. Но он все еще мусульманин. Мы не говорим ему, что он не мусульманин. Понимаешь? Не думай, что ты все бросишь, а потом скажешь, я обращаюсь. Ты думаешь, что ты станешь Богом, чистым, совершенным, и только потом станешь мусульманином. Это не ислам. Ислам в том, что каждый человек может грешить, и каждый человек ошибается. Ты прав, брат. Но если я буду продолжать делать это, мне не важно, что ты будешь делать. Ты все равно останешься мусульманином. Мне не важно. Тебе не нужно говорить мне. Пока ты веришь в Аллаха и служишь ему, и не придешь ему со товарищей, понимаешь? И веришь в пророка Мухаммеда, мир ему, не имеет значения. Ты останешься мусульманином. И в конце концов, все придется временем. Я не готов, но... Почему ты не готов? Согласно кому ты не готов? Назови мне хоть одну причину, почему ты не готов. Я все еще делаю татуировки, брат. Это моя работа. Это то, чем я занимаюсь. Брат, я же говорил тебе, что ты никогда не перестанешь грешить. Ты грешишь, брат? Постоянно. Валлахи, брат, клянусь Аллахом. Я говорю тебе, я грешу. Пророк Мухаммед, мир ему, сказал в достоверном хадисе. Если бы вы не грешили, Аллах обязательно истербил бы вас. И привел таких людей, которые стали бы грешить и просить Аллаха Всевышнего о прощении. Разве я не говорил тебе об этом? Предположим, я стал мусульманином. И все еще делаю татуировки. И всякие гадости. Если я попрошу прощения, буду ли я прощен? Или я все же... Ты понимаешь, что я говорю тебе? Единственный способ остановиться, это стать мусульманином. И понемногу, понемногу. Да, я хочу, чтобы ты понял этот момент. Ты никогда не остановишься, пока твоя вера не вырастет. И твоя вера не возрастет, пока ты не станешь мусульманином. Ты понимаешь этот момент? Это то, что я говорил тебе. Если ты думаешь об отказе от грехов, конечно, это и грехи, это плохие дела. Но ты никогда не сможешь остановить их, потому что твое сердце привязано к ним. Твое сердце не привязано к Аллаху. И ты никогда не покинешь их, пока не привяжешь свое сердце к своему Творцу. И когда ты привяжешь свое сердце к Творцу, тогда Творец позволит тебе оставить эти дела. Когда ты произнесешь шахаду и станешь мусульманином, ты увидишь, что ничего не изменилось. Ты останешься тем же человеком. И сам скажешь, да, ты прав. Это несложно, потому что ты уже в это веришь. И все, что тебе нужно сделать, это засвидетельствовать о том, во что ты веришь. И дьявол знает, что если ты произнесешь шахаду, то Бог простит тебе твои прошлые грехи. И ты станешь подобно тому, как родился заново. И тогда ты снова будешь грешить. А затем покаешься, и Аллах простит тебя. Да, Аллах сказал нам это в Коране. Поэтому только научение дьявола мешает тебе произнести то, во что ты веришь. Слушай, брат, почему это должно быть сегодня? Могу ли я сделать это позже? Возьми мой номер и... Ты не вернешься. Нет, ты не вернешься. Откуда ты знаешь? Я знаю. Шайтан сделает свое дело. Он отвлечет тебя. Шайтан будет отвлекать тебя мало-помалу, понимаешь? Я знаю. У меня большой опыт. Ты просто не знаешь, сколько я этим занимаюсь. Клянусь Аллахом, один человек стал мусульманином, и он был таким же, как ты. И он благодарил нас каждый день. Он сказал нам, если бы не вы, я бы остался таким же, каким был. И не добился бы никакого прогресса. Потому что он был на том же этапе, что и ты. Ты сказал мне, что ты веришь, что Коран от Бога, и что пророк Мухаммад посланник Бога. Разве я говорил тебе о пророке Мухаммаде? Ты сам мне сказал, что веришь в него. Верно? Да. Разве я просил тебя верить в Коран? Ты уже верил в это. Так что мне не нужно говорить тебе что-то новое. Ты уже был готов. И первое, что ты сказал мне было, я приму ислам, но не сейчас. Да. Это первое. Я ничего не говорил. Ты сам это сказал, понимаешь? Да. Ты пришёл сюда готовым к этому. Я ещё ничего не сделал. Я просто напоминаю тебе. Лишь дьявол останавливает тебя от этого шага, и ничего больше. Знаешь, брат, если ты мусульманин, и у тебя есть татуировки, и ты не попадёшь в рай. Нет, неверно. Это неправда. Нет такого хадиса. Пророк не говорил этого. И Коран не говорит этого. Это грех в исламе, хорошо? Да. Но грех не остановит тебя от вхождения в рай. Единственное, что остановит тебя от вхождения в рай, это предание со товарищей Аллаху, понимаешь? Если ты не веришь в Аллаха, как происходит это сейчас, ты ещё не уверовал. Так что, несмотря на это, я буду прощён. Если ты покаешься и перестанешь это делать, он тебя простит. Если я остановлюсь? Да. Но, как я уже сказал тебе, ты сможешь остановиться, когда твоя вера возрастёт. Допустим, я перестал грешить, и постепенно на протяжении одного года... Один год, два года, я говорю тебе, даже если ты не остановишься, где ты окажешься, в конце концов, в раю. Но на данный момент твои обители — это лишь ад. Если ты умрёшь в неверии, один год, два года, четыре года, неважно. Если ты умрёшь неверующим, ты окажешься в аду, понимаешь? Я сделаю это, брат. Брат, ты мусульманин? Ты грешишь? Ты его друг, ты грешишь или нет? Да, конечно. Разве он перестал быть мусульманином? Нет. Разве я говорил ему, что ты больше не мой брат в исламе? Знаешь, что касается того, что ты сделал раньше, например, татуировки на руке, когда ты станешь мусульманином, Бог не привлечёт тебя к ответственности за это. То, что было на твоём теле до ислама, это всё рассчитано. Но если я сделаю это после обращения в ислам, я буду нести ответственность. Да, это другая история. Это уже прошлое. Оставишь ты это или уберёшь, это не считается. Это уже прощено. Я думаю, он готов стать мусульманином. Он готов. Он сказал, что сделает это. Иншалла, это легко. Когда ты произнесёшь шахаду, ты увидишь, как это было просто. Давай, бисмилля. Сначала повтори за мной на английском. И ты увидишь, брат. Ты увидишь, как это будет легко. И ты увидишь, как дьявол оставит тебя. Скажи, я свидетельствую. Подожди минутку, брат. Перед этим ты можешь мне что-нибудь прочитать? Пожалуйста. Что ты хочешь, чтобы я прочитал? Не знаю. Я хочу почувствовать себя комфортно. Я хочу успокоить своё сердце. Прочитай ему, брат. Свидетельство это... Нет, прочитай ему что-нибудь из Корана. Я хочу почувствовать себя более комфортно. Я чувствую, что меня что-то останавливает. Я прочитаю Коран. Да-да, что-нибудь из Корана. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо, брат. Ты готов? Да, сделаем это, брат. Скажи, я свидетельствую. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения. Что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Кроме Аллаха. Я свидетельствую. Я свидетельствую, что пророк Мухаммад – его раб и посланник. Что пророк Мухаммад – его раб и посланник. Вот и всё, ты сделал это. А теперь скажем на арабском. Скажи. Давай я обниму тебя, брат. Давай, брат. Валлахи. Я сделал это. Машаллах. Мне это было нужно. Аллаху Акбар. Брат. Машаллах. Брат, сейчас я чувствую другое чувство в глубине души. Валлахи, брат, дьявол ушёл из твоего сердца. Дьявол ушёл из твоего сердца. Приветствую, брат. Машаллах. Барак Аллаху фиг, брат. Иншаллах, ты будешь в вечном раю. Машаллах. Да богословит тебя, Аллах. Пусть Аллах вознаградит тебя. Да богословит тебя, Аллах. Пусть Аллах вознаградит тебя. Да богословит тебя, Аллах. Да богословит тебя, Аллах, брат. Ты лучший. Валлахи, брат, я ничто. Да вознаградит тебя, Аллах. Хорошо. В Аллахе, смотри, брат, Аллах сказал... Да, Аллах говорит, Аллах желает принять ваше покаяние. Для твоего знания, брат, грехи имеют бремя. Они тяготят твою спину и тяготят твое сердце. И сейчас ты чувствуешь, что это было снято с тебя. Дьявол, шайтан, он обременяет твое сердце и спину грехами. Но когда ты каешься и принимаешь ислам, Аллах обращает твои грехи, и ты чувствуешь облегчение в спине. Что я тебе говорил, брат? Когда ты принимаешь ислам, твое сердце становится чистым, а твои веры возрастают. Ты становишься сильнее, и тебе легче будет отпустить эти вещи. В Аллахе, брат, ты сам все сделал. Я ничего не делал. Аллах хотел, чтобы ты обратился в ислам. Аллах привел тебя сюда сегодня и направил твое сердце к исламу. Аллах хорошо знал о тебе и видел, что ты хочешь принять истину. Знаешь, есть люди, которые настаивают, говоря, «Я никогда не брошу женщин, и никогда не покину ночные клубы, и никогда ни от чего не откажусь. Никогда не приму ислам». Правильно или нет? Есть такие люди, но ты не говорил этого. Аллах видел, что у тебя на сердце, и что у тебя чистое сердце. Да. И ты пытаешься учиться, и пытаешься стать мусульманином. Да. И ты боролся и стремился три года. Аллах говорит, а тех, кто стремятся к нам, мы непременно поведем нашими путями. Что ж, дай мне свой номер и личную информацию, чтобы я мог связать тебя с людьми, чтобы научить тебя молиться и всему остальному. Иншаллах. Можно с тобой сфотографироваться? Делай хоть сто снимков, брат. Машалла. Дай мне свой номер, и я дам тебе свой. Брат, подожди. Благодарю вас, братья. Нет, это я благодарю тебя. Это мой номер, хорошо? Я позвонил тебе. Это ты? Да, это я. Под каким именем сохранить твой номер? Ты можешь написать Мухаммед Али, если хочешь. Ты знаешь боксер Мухаммед Али? Да. Такое же имя. Я тоже боксер, брат. Правда? Машалла. Как тебя зовут? Я Дельтра, брат. Спасибо вам всем, я ценю ваши усилия. Сколько тебе лет, брат? Сколько тебе лет? Мне 19, брат. 19. Клянусь Аллахом, брат. Клянусь Аллахом, ты очистливил меня, брат. Машалла. Я обязательно свяжусь с тобой. Есть люди, которые также свяжутся с тобой, и они научат тебя молиться. Я отведу тебя в мечеть, иншаллах, хорошо? Да. Я позвоню тебе, и когда у тебя будет свободное время, я отведу тебя в мечеть. Можно мне это? Да, да, это твое. Ты можешь взять все, что хочешь, брат. Это Коран. А это еще кое-какие издания об исламе. Возьми с собой, иншаллах. Хорошо, у тебя есть какие-нибудь вопросы? Нет. Ты знаешь почему? Потому что дьявол оставил тебя. Я хочу, чтобы Бог благословил вас, братья. И я молю Бога простить вам ваши грехи. Амин, амин. Помолись за нас, потому что у тебя сейчас чистый лес. Если ты попросишь Аллаха за нас, как мне это сделать? Просто попроси прямо у Аллаха, чтобы Он простил всех нас. И попроси Его утвердить нас на этом пути. Просто скажи амин. Я прошу Аллаха, чтобы Он оставил всех нас и укрепил наши стопы на прямом пути. И прошу Аллаха, благослови здешних братьев и даруй нам высший рай. Скажи амин. Амин. Альхамдулиллах. Брат. Аллахи, брат, ты сделал нас счастливыми сегодня. Я ценю это. Ты сделал наш день. Машаллах. Благослови тебя, Бог. Амин, амин. Позаботься о Нем, пожалуйста. Заботься о Нем. Я хочу пожертвовать. Нет, нет, я не хочу ничего от тебя. Аллахи, брат. Не беспокойся о деньгах. Просто помни, брат. Сегодня ты должен запомнить одну вещь. Помни, что ты это сделал ради Аллаха. Да. А если ты сделал это ради Аллаха, ты никогда не окажешься в убытке. Понял? Твой выбор был правильным. Потому что ты сделал это ради Бога. Ты сделал это не для меня или кого-то еще. Ты сделал это ради Аллаха. Правильно? Да, да. Альхамдулиллах. Я ясно понимаю это. Альхамдулиллах. Валлахи, я счастлив. Я живу в Тонхаме, рядом с Вудгрин. Вудгрин? Да. Там есть мечеть. Думаю, я встречал его в Вудгрин. Аллаху а'лам. Я делал призыв на Вудгрин, и я думаю, я встречал его. С тобой был еще один парень. Да, мы делаем да'авад в группах. И мусульмане в твоей группе были очень добры. В Аллахе, я помню твое лицо. И, субханаллах, он снова привел тебя сюда. Да, да. Да, я встречал тебя. Я встретил тебя, и Аллаха снова вернул тебя ко мне. Субханаллах. Да, богословит тебя Аллах. Слушай, если я хочу встретиться с тобой снова, чтобы задать вопросы, могу я позвонить? Да, звони мне, пиши мне, не переживай. Если тебе нужны деньги или что-то еще, брат, не волнуйся, я твой брат. Сейчас мы все твои братья в исламе. Если ты стал мусульманином, мы твои братья навсегда. Спасибо. Звони и пиши сообщение, что угодно. Я дам тебе все, что тебе нужно, иншаллах. Должен ли я принять ванну перед чтением Корана? Когда ты придешь домой, прими душ и умойся, затем прочитай Коран. Прочитай Коран после того, как ты примешь ванну. В любом случае, когда ты принимаешь ислам, рекомендуйся принять ванну. Да-да, прими ванну, и пусть твоим намерением будет очистить свое тело, потому что теперь ты очистил свою душу. Да-да, поэтому пусть твоим намерением будет также очистить тело, хорошо? Иншаллах. Расскажи ему о гусле. Шаг за шагом. Мы дадим брату все инструкции, иншаллах. У нас есть его номер. Не обременяй его сейчас. Шаг за шагом, иншаллах. Но обязательно позвони мне. У меня есть друзья-мусульмане, они мне тоже помогут, иншаллах. Но обязательно общайся со мной. Ладно, потому что я научу тебя правильному пути, иншаллах. И отведу тебя в мечеть и так далее. Иншаллах. Спасибо, брат. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Я хотел бы порекомендовать вам очень хороший ютуб-канал под названием «Поистине». На нем наши братья делают хороший политический анализ, обозревают и делают комментарии на важные события. Братья и сестры, давайте вместе поможем их каналу развиться. В этом, иншаллах, будет благо для нашей умы. Прошу, подпишитесь на канал «Поистине». Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии.